Азербайджан, с момента обретения независимости, Азербайджан не раз становился жертвой серьезной дезинформации. Как вчера уже сказал президент Аль-Хамалеев, ситуация, когда Азербайджан подвергся оккупации и агрессии, была представлена так, словно это Азербайджан осуществлял эту агрессию. То есть факты были представлены таким образом, чтобы создалось столь ложное впечатление, которое убедило бы мировое сообщество в том, что мы проводим этническую чистку против кого-либо, и мы видели результаты этого, участвуя в различных переговорах. Было много разновидностей этой дезинформации. Однако в новейшей истории Азербайджана мы видим множество успешных примеров борьбы с дезинформацией. Несмотря на беспочвенные обвинения и попытки дезинформации, особенно во время 44-дневной Второй Карабахской войны, мы смогли запустить серьезные процессы, опровергающие ложь и фейки. Многочисленные интервью президента Аль-Хамалеева международным СМИ стали историей успехов в борьбе с дезинформацией. Азербайджан предпринял все усилия, чтобы поделиться точной информацией посредством официальных заявлений и пресс-конференций. Помимо этого, наше активное участие на цифровых платформах и в социальных сетях дало нам возможность отражать новые дезинформационные атаки. Мы не оставляем попыток донести до мира правду и поручили информационным структурам правительства обратить внимание на киберугрозы. Наши медиаресурсы также неустанно стараются передавать правдивую информацию.